К этому забегу восьмилетняя Вероника готовилась основательно. Дома подтягивалась на шведской стенке, занималась на брусьях. От своего первого старта эмоции не скрывает. Было непросто. Поддержка подруг помогла справиться с волнением. За сладкий приз они боролись вместе. Я вообще хотела просто поучаствовать. Потому что главное не победа, а ничего не сломать, не упасть, не разбиться, не споткнуться. Впервые арбузный кросс прошел 52 года назад. Его организовал Александр Андрейченко, чтобы проверить физическую форму спортсменов перед стартом сезона. Со временем забег стал традиционным. Каждый год сотни людей, сильных, красивых, целеустремленных, собираются здесь, в нашем замечательном парке имени Ларисы Лазутиной, для того, чтобы бросить вызов прежде всего самим себе. Для того, чтобы проверить себя на прочность. И очень приятно видеть, что с каждым годом количество таких людей увеличивается. Теперь в погоне за сочной ягодой участвуют целыми семьями. Например, Елена Косицына сегодня болеет не только за своих детей, но и за племянника. Я очень сильно переживаю, потому что для сына и дочки это первые такие соревнования, пусть и детские, но соревнования. Я прям жду, когда они наконец прибегут, получат свою награду и получат вот это вот состояние чуда какого-то, вдохновения и своего собственного самоудовлетворения за то, что они взяли и сделали это. Очень много талантливых мальчишек, девчонок. Я видел отличный бег, красивый, люкатлетический, много талантов и головной массы, и много сочетания родителей, профессиональных тренеров и детей. В этом году для участников подготовили несколько дистанций. От 600 метров для малышей и до 4,5 километров для самых спортивных. Если для детей это праздник с легкой физической нагрузкой, то для взрослых – серьезный старт, к которому и подготовка соответствующая. К арбузному кроссу начинаем готовиться заранее. Мы примерно всегда знаем, когда он будет. У нас специальные беговые тренировки проводятся. Подготавливаемся, изучаем трассы, проводим специальные беговые упражнения. В забеге приняли участие более тысячи человек. Медали разыграли в 20 возрастных категориях. Победителям и призерам вручили памятные дипломы, медали. И, конечно, ни один участник кросса не ушел без главной награды – арбуза. Карина Еряшева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».